Здоровое питание и регулярные тренировки помогут нам сохранить хорошую физическую форму, но этому могут способствовать и определенные пищевые добавки из далее приведенного мной к списку. Но с чего конкретно начать? Начните с ежедневного приема качественных мощных мультивитаминов, а затем подумайте над тем, чтобы включить в свой личный список следующие пищевые добавки, которые помогут уменьшить риск возникновения проблем со здоровьем и может даже обратить время вспять. Пищевые добавки для повышения уровня энергии. Метахондрии в клетках организма сжигают молекулы пищи с целью получения энергии, однако с возрастом повреждения метахондрии усиливаются, а это ослабляет их эффективность. Кроме того, проблему усугубляет то, что большая часть метахондрии находится в клетках мышц, которые тоже уменьшаются с возрастом. Между тем, для нормального производства энергии крайне важны несколько нутриентов. Коэнзим Q10 от 50 до 200 мг жирорастворимой формы в день оказалась основной научной работой доктора физиологии Питера Митчелла, которого наградили Нобелевской премией по химии в 1978 году за разъяснение процесса производства энергии в метахондриях. Элькарнитин от 1000 до 2000 мг в день помогает клеткам сжигать подкожный жир с целью извлечения энергии. Альфа-липолевая кислота от 100 до 600 мг в день играет ключевую роль в производстве энергии. Заболевания сердца по-прежнему являются лидирующей причиной смерти среди мужчин, и несколько нутриентов помогут оказать огромное содействие здоровью этого органа. Самые главные из них это омега-3 жирные кислоты от 1000 до 2000 мг в день. Эти здоровые жиры помогут ослаблять воспалительные процессы, разжижать кровь, понижать частоту сердечных сокращений, увеличивать эластичные кровеносных сосудов. Кроме того, они помогают регулировать сердечный ритм и понижают уровень триглицеридов, жира, связанного с холестерином. Для понижения уровня холестерина используется бета-титостерин от 2 до 4 г в день. Витамины группы В и особенно фолиевая кислота от 400 до 800 мкг в день понижают уровень гомоцистеина, протеина крови, который повышает риск развития заболеваний сердца и возникновения удара. А вот понизить кровяное давление поможет магний от 200 до 300 мг в день. Омега-3 жирные кислоты от 1000 до 2000 мг в день также могут способствовать поддержанию функции мозга. В ходе исследований было обнаружено, что омега-3 жирные кислоты могут ослаблять депрессию, импульсивность, агрессивность и биополярные расстройства. ДХ от 300 до 500 мг в день. Одна из омега-3 жирных кислот способствует улучшению памяти. Улучшает память и еще одна пищевая добавка из нашего списка. Это л-тианин. 100-200 мг 3 раза в день, содержащийся в зеленом чае. В ходе недавно проведенного исследования комбинации пищевых добавок л-тианина и зеленого чая показало улучшение памяти и обострение внимания у мужчин и женщин с легким нарушением когнитивной функции, распространенной предпосылкой болезни Альцгеймера. Известно, что с возрастом мышечная масса теряется. Тренировки могут замедлить этот негативный процесс. А некоторые аминокислоты способствуют наращиванию мышечной массы у пожилых людей. Самые главные из них это аминокислоты с разветвленными цепочками. БЦА. Лицин, изолицин и валин. Из этих аминокислот самой важной является лицин от 3 до 6 грамм в день, поскольку она помогает концентрировать протеин в мышце. В ходе одного европейского исследования ученые обнаружили, что у пожилых мужчин лицин способствовал усилению синтеза мышц, поднимая его практически до уровня синтеза молодых людей. Другим необходимым для мышц аминокислотам из списка относятся бета-аланин. 2400 мг в день и л-орнитин 2 грамма в день. Кроме того, полезно применять пищевые добавки мультиаминокислот 8 грамм в день. Ночная слепота, при которой ухудшается способность видеть в темноте или возникает ослепление светом автомобильных фар. Это классический признак дефицита витамина А. 10 тысяч микроединиц в день. Лутиин от 6 до 10 мг в день. И зиоксантин 1 мг в день. Формируют желтый макулярный пигмент, который помогает глазам различать мелкие детали. Кроме того, эти два нутриента могут замедлять развитие генерации желтого пятна. Между тем, астаксантин от 4 до 6 мг в день способствует усилению остроты зрения, вероятно, работая вместе с лютиином и зиоксантином. Ликопен от 5 до 30 мг в день может замедлить увеличение ее размеров и понизить уровень специфического антигена простаты, который является маркером риска развития рака предстательной железы. Здоровью простаты пищевых добавок также входит пальма серийного А. От 200 до 300 мг в день. И эстракт корня жгучей крапивы от 100 до 200 мг в день. Воспаление предстательной железы, то есть простатит, может вызывать боль во время мочеиспускания и семяизвержения. Исследования показывают, что в этом случае может помочь кверцетин. 1000 мг в день. Элькарнитин. Эльаргинин предшественник окситоазота. Соединение регулирующего эластичных кровеносных сосудов. В то время как аргинин полезен для сердца, он также может усилить способность сохранения эрекций. Согласно исследованиям, аргинин в виде пищевой добавки до 2000 мг в день может улучшать расширение пенильных кровеносных сосудов. Кроме того, в этом вопросе может помочь трава мака, применяемая для усиления сексуального влечения и улучшения половой функции. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok